Уроки онлайн, а обед по расписанию. Пермские школьники получили очередные продуктовые наборы в период самоизоляции. Это уже вторая в этом году выдача сухпайков для ребят из малобеспеченных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья. Пермяки вновь начали активно обсуждать полученные продукты в социальных сетях. Дмитрий Гаврилов изучил, что есть в списке. Получили такой сухпайок. Все согласно списка. Это консервы, крупы, масло, вафли, макароны, сахар. Написано на пять дней. Такой сухпайок получают в 21-й школе в Ленинском районе Перми. И в этом образовательном учреждении и во многих других наборами довольны. А двумя неделями ранее, когда продуктовые наборы выдавали впервые, в социальных сетях разгорелось нешуточное обсуждение содержимого пакетов. Одни были уверены, что этим кормить детей нельзя. Другие, напротив, говорили, что наборы вполне достойные. На этой неделе в целом обошлось без особых эмоций. Да и комплектацию набора переработали. Кроме того, решили проблему с большими очередями. Напомним, такие сухие пайки получают примерно 112 тысяч человек. Общий перечень продуктов согласован с Роспотребнадзором. На его основе каждая школа сформировала свои пакеты с учетом особенностей местного рынка и мнений родителей. Это набор для одноразового питания, тоже для старшеклассников с 5 по 11 класс. Стоимость его 814 рублей. То есть это один обед. Ну и тут все тоже входит в геркулес, вермишель, рис, мука, сок, масло и консервы. Такие наборы для детей продолжат выдавать до окончания режима полной изоляции. Дмитрий Гаврилов, Денис Хашик, Телевизионная служба новостей.